Армяне древний народ, трудолюбивый, добрый, народ созидательный. Человек, который готовит, он должен быть сытым в первую очередь. Самый яркий праздник, который любят от мала до велика, это Вардавар. Всем молодым людям я хочу пожелать только лишь одно. Не забывать традиции, культуру своих предков. Армян Эдуард Юрьевич, председатель Севастопольского армянского национально-культурного общества. Армяне древний народ, трудолюбивый, добрый, народ созидательный. Мы знаем, там, где поселились армяне, там будет построен дом. Не временный дом, а дом постоянный. Почитать своих предков, старших уважать. Заботиться о детях своих. Заботиться и также почитать, уважать гостя, соседа. Шутить, веселиться, это тоже традиция. Одна из традиций — это армянский завтрак. Называется Бартуч. Берется лаваш, открывается на сегодняшний день холодильник. Все, что есть в холодильнике, быстренько нарезается, вкладывается в лаваш, скручивается, кушается. А потом спокойно готовится завтрак. Потому что завтрак на скорую руку готовить нельзя. Человек, который готовит, он должен быть сытым в первую очередь. Тогда он готовит это спокойно, с расстановкой, с любовью. Мужские и женские костюмы у армян очень разные и зависели от региона проживания. Если брать классику, то мужчины представлены — это жилетка с рукавом или без рукава, это кушак, это рубаха, это брюки. Ну, так называемые сегодняшними словами. Женщины всегда были модницами. Поэтому сказать, что у женщин есть определенные элементы костюмов, тоже будет неправильно. Потому что женщины всегда были модницами и всегда что-то, что-то добавляли в свои костюмы. Наряду со всеми православными, вернее, духовными праздниками, самый яркий праздник, который любят от мала до велика — это Вардавар. Самый веселый праздник в Армении. Ну, а так как армяне живут везде, по всему земному шару, в каждой стране, то эта традиция остается. И армяне проводят этот праздник практически там, где проживают. Мы в Севастополе также этот праздник отмечаем весело. Это праздник любви, роз. Самый важный момент — это облить всех ватой, чтобы с этого праздника сухим никто не ушел. Есть у нас в Севастополе особо почитаемое место. Это памятник 89-й Томанской дивизии. Находится он на 10-м километре Балаклавского шоссе. Ежегодно мы в День Победы, 9 мая, собираемся, все армяне Севастополя, без всяких напоминаний, к 12 часам на митинг. Почитаем память наших соотечественников, которые положили свою жизнь за освобождение славного города-героя Севастополя. В преддверии 9 мая мы постоянно проводим субботники. Это обрезка сухих деревьев, порослей, покостровы, побелка, памятник протираем от пыли. Ну и, конечно, по возможности высаживаем посаждение цветы, кустарники. А вообще наше армянское общество в Севастополе создавалось группой лиц, которые тосковали вдалеке от Родины. Им хотелось общения. И если человеку что-то нужно, он всего добьется. Поэтому на таких каких-то приоритетных началах наши старейшины на сегодняшний день собрались и решили собираться и общаться. Это были сначала такие посиделки, поговорить по душам, поговорить на родном языке, чтобы не забыть его, полоскать свой слух речью. Многие уехали в разные возрасты, покинули Армению. Кто-то это помнит. Речи с разных регионов Армении. Это тоже немаловажно. Есть акценты Западной Армении, есть карабахские акценты. Поэтому люди, общаясь, узнавали, познавали. И потом решили создать армянское общество. Всем молодым людям я хочу пожелать только лишь одно. Не забывать традиции, культуру своих предков. Хоронить ее, потому что потеряв вот эти истоки, просто народ потеряет свою самобытность.